29 лет до сам одессит до этого два года играл в словакии до этого всю карьеру в украине немножко в грузии немножко македонии но большую часть своего времени я привел в киеве потому что 10 лет назад мы с нашим главным тренером еще вместе были в киевском удивили и это я думаю тоже повлияло на то почему я здесь оказался это лето получилось таким что как будто второе дыхание открылось что хотелось и какие-то товарищеские турниры там и с ребятами выйти побросать и с детьми поработать и следующего сезона вот учитывая что новый опыт с киев баскетом опять же евро турниры вернуться в украину и ждал очень сильная сборов тренировок всего поэтому могу сказать что это мое хобби которое приносит деньги и приносит удовольствие всегда был младшим и тут как бы уже и мечи таскать не надо и воду таскать не надо вот и можно там попозже приходить как бы в статус уже какой-то появляется немножко дедовский этим летом я попробовал себя в качестве тренера с детьми работал мне тоже очень понравилось примерно так же как играть баскетбол мне кажется баскетбол в украине сейчас движется в правильном направлении он стал намного более заметен на фоне остальных видов спорта потому что даже пару лет назад заходя просто посмотреть какой-то матч на ютубе я видел там 300 человек что 200 человек который смотрит трансляцию и вот в этом сезоне мы как-то с ребятами там заходим все вместе спорим что там тысяча две три то есть таких цифр как бы не было не было раньше в принципе у самурая нет цели только путь как бы да то есть поэтому я доволен своим путем то есть может быть я не достиг самого максимального результата но я поиграл и европейском турнирах то есть я попробовал себя и евро кубки 15 это меня уже было 215 это было непросто особенно когда ты еще очень худой если другим людям для того чтобы выделиться на фоне остальных нужно как-то одеваться нужно что-то делать с прической то мне нужно просто прийти и все меня в баскетбол можно сказать привели за руку то есть я в нем вообще не думал в этом классе пришел тренер который искал по району в школах высоких ребят просто увидел меня на толпа как бы и человек там на полторы головы выше других дирк новицкий да я его очень сильно люблю это немец который играл легендарный игрок даллас маврикс это мой мой был всегда самый любимый игрок и он уже закончил но пока его никто в моих глазах не приплюнул в 17 лет я почему-то решил что я буду адвокатом я поступил на юридический мне казалось что я буду так красиво в костюме заходить зал суда там засечать своего подзащитного вот это самый высокий адвокат украины это уже хорошего роста да что это будет какой-то эксклюзив мне к и я почему-то видел видел себя так что я вижу себя в роли тренера но почему-то не главного который вот это будет руководить именно работа с игроками какая-то подготовительная или над их навыками на чем-то таким да у меня есть жена вот который чуть ниже меня но она мне написала первое то есть надо на меня нет просто как-то нагреть нашла в инстаграме решила написать и как-то ну так все вот пошло детей да хочу конечно сначала мальчика чтобы родился потом можно и девочку вот обязательно буду пытаться какой-то спорт протолкнуть но не обязательно баскетбол то есть у меня нет такого что я баскетболист теперь обязательно все кто у меня родиться будут тоже баскетболистами мы все будем вместе играть у нас будет хорошая команда и жену подключим и все нет то есть то что они захотят там если вообще они захотят не заниматься спортом то это будет их выбор может будет юрист все-таки еще какой-то на французском бульваре домик в одессе это это да это 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 мечта